Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор спортивных событий. Призером Кубка России стал пермский легкоатлет Максим Дылдин. На соревнованиях в Подмосковье он преодолел дистанцию 400 метров за 45,67 секунды. Этот результат оказался вторым. Никита Углов из Липецка опередил Дылдина на 0,01. Пейнтболисты файтера продолжают штурмовать высоты международных соревнований. На этот раз наша команда отличилась в Лондоне. Там прошел этап мировой серии «Миллениум». В своем дивизионе пермяки заняли второе место. В упорной борьбе в финале файтеровцы уступили соперниками из Франции. Более подробно о выступлении пейнтболистов за рубежом мы расскажем в выпуске ТСН в пятницу. Прикамские фигуристы Мария Выголова и Егор Закроев продолжают подготовку к новому сезону. Они будут по-прежнему выступать среди юниоров. Сейчас наш тандем проводит тренировки в Америке. Фигуристы оттачивают технику катания и прыжков и занимаются общей физической подготовкой. Кроме того, идет работа над постановкой новой программы. По словам Егора, она довольно сложная. Она вообще другая для нас, более взрослая. Когда мы ставили эту программу, находились еще в подвешенном состоянии. Не знали, останемся в юниорской категории или нет. Готовились к худшему, поэтому ставили взрослую программу. Поначалу мы сомневались, сможем ли откатать ее. И до сих пор в процессе понимания этого будем пытаться донести все, о чем нам говорили. Попробуем удивить. В молодежной команде «Амкара» защитно 8 технических поражений в прошлом сезоне. Такое решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Причиной стало неправомерное участие в матчах Станислава Черчесова, сына прежнего наставника красно-черных. Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, Черчесов-младший не был оформлен для участия в соревнованиях соответствующим образом. Помимо 8 технических поражений «Амкара» Уипсен штраф в размере 50 тысяч рублей. На этом у меня все. Продолжайте следить за развитием спортивных событий вместе с телекомпанией «Рефей Пермь».